В Казахстане государство не будет проверять все мобильные переводы. Об этом сообщают в Комитете госдоходов Министерства финансов. Под критерии проверки подпадут только лица, которые получили мобильные переводы от стаи более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд, то есть в случае наличия признаков предпринимательской деятельности. А вот физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях родственникам, друзьям, родителям и детям и по другим жизненным ситуациям. В этом плане никаких ограничений нет. Между тем, отказ в принятии безналичных платежей является неправомерным и нарушает права потребителей. Об этом также сообщают в Комитете госдоходов. За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность. На первый раз это предупреждение. При повторном нарушении штраф в размере 40 МРП – это почти 147 тысяч тенге. В ведомстве говорят, что о всех фактах отказа приема безналичных платежей необходимо обращаться в органы государственных доходов по месту жительства. А вот что касается таксистов, то им необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Сделать это можно через мобильные приложения ESL Business и GovMobile и некоторых банков второго уровня. Для приема безналичных платежей можно в режиме онлайн открыть предпринимательский банковский счет, куда будет поступать оплата за оказанные услуги. Для этого нужен лишь смартфон. Продолжение следует...